Василий Михайлович, ЦИГУН Управление состояниями. Приведите, пожалуйста, пример. Ну, пример, допустим, когда на детстве на ребенке сделал, то есть был мальчик 13 лет, соответственно, его нужно как-то... были определенные проблемы в школе, обижали, да, соответственно. Нужно было сделать так, чтобы его не трогали, соответственно, в этой школе. И я его научил управлять состояниями, то есть различные формы спокойствия, спокойствие умиротворения, да. Спокойствие, когда мы с тобой одной кровью. Спокойствие, когда мне всё безразлично, да, там в почву было. И вот эти вот там различные спокойствия научил входить в это состояние, выходить в это состояние. и плюс еще это дополнил физическими такими болевыми приемами чтобы это было материальная подпор к этому спокойствию это привело к тому что ему собственно вошел в эти состояния в нужный момент нужный действие дел ребята его оставили в покое и ничего не понадобилось даже до болевых приемов не дошло все закончилось на этом то есть умение находить и спокойствие и передавать на окружающих а сколько заняло это времени ну первично три дня по два часа где то есть каждый день по два часа три дня и уже появился результат появился результат его наступил день и его не трогали а потом еще начали опять заниматься чтобы то что все равно это не стабильно было результаты да соответственно уже было зафиксировать эти результаты и дальше что тренировались дальнейшей техники уже управление эмоциями там в ярость умел чтобы входить умел успокаиваться умела радость чувство но войти в радость так сказать но если есть говорить про психотехника ну и немножко там еще болевых и всяких других боевых техник давал но боевые уже принципе не нам не понадобились то есть он как объект для издевательств просто стал неинтересен вот собственно вот это было сверхзадача которая была надо было до 7 скажите пожалуйста а вот эти вот все вхождение в состоянии выхождение состояния то есть изменение внутреннего состояния это опасно или нет и насколько это все для человека полезно полезно но и нужно соблюдать меры безопасности да с первой первой меры безопасности когда заказа работаем с эмоциями работаем с энергетикой но работа с энергетикой связано с эмоциями это очень важный момент нужно чем сильнее эмоции тем больше должна быть физическая нагрузка сразу после тренировки да то есть если была какая-то сильная эмоция то неважно радость страх там горе совершенно неважно обязательно должна быть физу физуха до седьмого пота да то есть причем всем сильнее эмоция тем больше должен вот пот изливаться то что иначе будут накапливаться такие различные напряжения и там сердце может повредить там психика но особенно то актеру заметно тем более талантливый актер тем чаще они бывают этими наркоманами и алкоголиками и так далее потому что или они допустим играют ну смерть то потом очень часто так сказать у них принято что они умирают то что сыграл смерти настолько это вошел в эту роль что не смог себя отделить и поэтому тоже умер но чем быстро поэтому всем сильнее эмоции тем сильнее нагрузка физическая тем больше то есть для этого но для этого тоже должен быть учитель который отслеживал бы твои состояния нет когда мы учим управлять эмоциями на сегодня естественно уже быть учитель да там очень много нюансов всяких которые просто не расскажешь и я могу привез просто пример привести то что если все вот эти писать там такой талмуд да там есть в эмоциях там называется ну вот цигуния формирование внутреннего стража внутренний страж это часть моего сознания или вашего сознания который заключил там часть сознания которое контролирует допустим там опасность я сейчас разговариваю с вами а мой внутренний страж контролирует опасность вокруг а так как это у меня за счет расширения сознания страж сформировалась то яisé сконцентрирован работать но работаю с вами все внутренний страж работает там и вот у меня был случай когда ну нормально объяснил внутренний страж все понятно а попалась такая ученица, которая говорит. Василий Михайлович, а вот как же свобода слова? Я говорю, понимаешь, внутренний страж, это часть твоего сознания и ты сама определяешь, ему задаешь рамки, что говорить, что не говорить, ругаться, там тебе или не ругаться, ты контролируешь, ты задаешь этому внутреннему стражу установки, не я, я только даю технологию, как это внутреннее стража сформировать, тогда не поняла, в том ночь проходит две тренировки, что-то опять беседуем, тут опять выясняется, что ее вот это вот очень сильно колбасит, понимаете, вот как же вот свобода слова, как же вот, я же хочу сама что-то говорить, а мне внутренний страж не разрешает, ну как бы ты сама возьми там, ну дай ему указания другие, да, чтобы он не вмешивался в это, понимаете, вот тут просто вот этот элементарный примет там, то есть насколько вот подосыхало про внутренний страж, ну вот попалась такая женщина, ей вот внутренний страж, это вот там, ну вот какие-то установки, и таких вот тараканов, ну вот таких установок неправильных в голове есть у всех, да, в том числе у меня там, и так далее, то есть это вот, и их не напишешь в книгах-то, да, поэтому я говорю, что цыгун, настоящий цыгун, заниматься, то только может через, ну, с учителем, который много прошел, у него много учеников там, и если даже он там, первый раз начинает кого-то учить, но он хотя бы много занимался, и видел вот разные примеры, там, ну, мягко говоря, ну, лучше говорить, то есть, ну, сейчас не подменял, подобрать слово, то есть, мягко говоря, дебилизм, да, там, ну, хорошего слова, дебилизм, так сказать, что, ну, вот чуть-чуть где-то мы тупим, да, и вот пример вот с этой женщиной, которая, ну, ну, тупит, ну, ничего, разжевал несколько раз одно и то же, да, и все было хорошо, вот, собственно. Понятно, спасибо. Ващий Михайлович, то есть, в принципе, учитель поможет тебе сформировать правильное отношение к любым изменениям в твоих, в твоих, в своей психоэмоциональной сфере, и объяснит, как, ну, как это использовать правильно, или как это изменять в нужную для человека сторону, правильно я поняла? То есть, когда мы занимаемся правильным цигуном, то идет гармонизация, понимаете, вот, всех, то есть, мы гармонизируем там, вот, психоэмоциональную сферу, а у нас улучшается отношения на работе, там, мы начинаем сексуальную сферу, скажем так, ну, работать в сексуальной сфере, да, там, чтобы вот в сексе было все хорошо, а раз только доход пошел вверх, знаешь, и какая вот эти вот связь с точки зрения голой физики, да, там, механистическая, оно непонятно. С точки зрения энергетической, понятно, что мы сейчас единая система, у нас пальцами можно ваять, можно чинить, можно ломать, да, можно ласкать, можно делать больно, и все, пальцы, там, ножиком можно колбасу резать, можно тело резать, да, соответственно, поэтому зависит не от инструмента, а зависит от того, что мы делаем и с какой целью делаем, это, кстати, очень важный момент, и поэтому нужен анализ, нужны цигун для того, чтобы у вас все громко